добрый вечер вот закончили мы короче паять отопление малый уехал на рыжульке кататься сказал на речку поедете своими задолбались надолбались жара такая мы еще паяем а потом еще запускали отопление в доме ожирение вообще невыносимое просто просто катастрофа вот но все хорошо одна батарея правда не очень догревает вот надо бы немножечко короче надо расширять трубы вот у нас там идет просто трубы там еще в комнатах до от котла идет 25 труба 25 труба идет потом одна батарея потом еще чуть 25 трубы и потом пошло 20 20 у нас в зале и двадцатка у нас пошла сюда вот к этим батареям да получится вот эта батарея фигачит же прям вообще капец жарит а вот это вот вот это вот не очень точнее как не очень верхушка у него горячие а вот вниз не очень сходит то есть насос в принципе я думаю справляется вот вот трубы конечно да не продавливает наверное просто насколько я знаю но очень большое расстояние для тонкой трубы так что такие пирожки все закончили все будет красиво осталось завтра залить бетоном вот эти штробы с трубами вот можно заделывать штробы в стенах и начинать делать штробы в стенах под электрику вот и только тогда мы начнем выбивать нашу дверь боже как я жду этого момента когда мы начнем выбивать двери комнаты потому что я уже через эти окна но я так уже напрягался тут высота такая добротная да вот ветра полтора точно есть за целый один напрягался туда-сюда обратно что просто уже катастрофа а у дашки вообще бомба граната у дашки батарея как только запустил отопление сразу сразу пошла сразу пошла сразу горячая все классно до сих пор горячие утопление выключил но батарея еще горячая все обычные стальные радиаторы 22 типа ну то есть две здесь пластины здесь пластина так что такие пирожки ребята вот сейчас надо топать на огород собрать собрать эти кабачки патиссоны кабачки патиссоны огурцы ну и все все за кодового года варить и начала варить борщик вкуснячий так что вот такие короче может что снимем покажем я уже все на этом всем добрый добрый вечер у нас жара немножко спала сейчас уже начало 9 но все равно так и он еще там на этих вот пожалуйста солнце стоит видите на огороде еще по ходу не спала жара николашка отправился ой хоть слава богу батарею выключил даже кошмар какой-то они же начали проверять эту батарею отопление проходит не проходит там воздух и все остальное боже такая жарище в доме сил никаких нету так от эти от свиньи отсадили немного свинят оставили и раз два три четыре пять штук по моему а тех чтобы больше постарше мы отсадили вон к этим поросятам то конечно те отдельно эти отдельно не пойми чё я надеюсь видно не пойми чё они как бегают ну поплачут по по похрюкают повизжат и думаю что успокоиться потому что отсаживать надо нее затаскали уже в хлам тем более они кабаны здоровые уже пускай самостоятельно едят среди какое небо да прикольно небо везде красота ну солнце еще есть хотя орет свинья не пойми чё она орет и не пойми чё ей надо вообще так что у нас николашка у нас пошел этот огурцы собирать он сегодня счастлив он сегодня да николашка ты сегодня счастлив ты сегодня будешь пить пиво с рыбой он говорит здесь а ай да ладно говорит ну мы же отопление сделали говорит все мне законно полагается вреда ладно ради бог можно в принципе это завтра на работу не ехать так что почему бы не немножко пиво с рыбой мне донись а я пью а с да то мне вообще нельзя он можете такое позволить да николай что есть огурцы наверно так это только смотри хорошенечко пробираю ну пробирай бой этот как он называется кабаны оставишь маленькие потом кабаны будут опять скажет а опять николашку загоняли кто-то написал там написали что могла бы и сама цветок подвязать бедного мужика гоняешь ну да ну да типа бедный бедный николай вон бедный николай ты огурец пропустил вот я что же говорил что богатый сам посмотрит и он пропустил огурчики надо их собирать действительно нормальное у меня так спина болит я не могу и именно не спина этот как ой как нога заканчивается вот там не спина у меня начали когда мы были в этом в эпицентре лазили очень долго по эпицентру китюня лучше шутаки что после тебя ходить собирать ты или качественно или вообще не надо то ну блин ну тоже так же не делается дело так вот были в эпицентре и получается этот начали сильно как пятки болеть вот вроде знаете как натоптала находила вот я там в принципе долго смотри на одном кусте этих не собрал долго так не хожу вот потому что ноги отекают а это прям долго долго мы ходили лазили пока эти батареи выбрали пока нашли этот как он называется нашли того консультанта который нам выпишет эти батареи пока то да все блин огурцы ё-моё видите такое с ними происходит когда им влаги не хватает надо их поливать чаще вот пока этих консультантов понаходили пока то ну в общем долго мы были на ногах получается и для меня это ну не то что катастрофично но проблематично будем там говорить и получается этот приехали домой говорю колю мне на меня еще в эпицентре начали они болеть на приколь так но пятки болят именно пятки болят ой горошек свеженький молоденький тут я подсаживала возле огурцов он такой ну ничего сейчас приду домой отдохнешь до отдохнула и кремчиком намазала все как полагается как я люблю горошек отец вкусняшка и получается и что вчера опять пятки болят и считайте вчера никуда не ходила но все равно пятки болят а сегодня утром встала мы чувствую как уже не пятки а уже этот прям спина ухто ой аист классно не сдала себе летит там солнце прям заслепила меня так вот за что я рассказал ты мне со своим аистом сбил коль на ну вот сегодня проснулась а мне вообще вот как нога вся болит не только пятки а нога вся болит и отдает спину прям не знаю что такое а мне эта вся ситуация не очень нравится вот поэтому хожу немножко подхрамываем дитя собирая пожалуйста нормально я тебя прошу потому что завтра залезу сюда на тут будет кабак и ну я с теми кабаками никак ничего взять не могу половина маме отдала половина он до сих пор лежат у нас я же говорю такая жирина этой кухни что не то что невыносимо такие вон собиралась собиралась борщ варить пацанов в обед накормила а пацаны говорят я говорю ну сейчас же борщ буду варить и Коля говорит а нафиг уже тут борщ а вы давай на вечер ну думаю буду тогда варить его и позже потому что я хочу его сидеть в кухне да это не гладкий это тоже пупырчатый пупырчатый немножко сейчас горько с горчинкой те гладкие они для этого рассчитаны это вот когда вот с огорода сразу ну понятно и горошек такой вкусный капец помидор хочу скоро уже скоро будет помидора так вот ты мне уже третий раз бил я забыла за что я рассказывал за что я рассказывала молодец а за кухню за то что там невыносимо жарко было то я думаю ну пацаны раз не хотят уже борща пускай бульон доваривается вода вечером сварю когда немножко станет этот по прохладе даже еще включили отопление вообще там невыносимо мало того что так жарко так еще и отопление представляете со всех батарей на всю работает ужас какой-то сделала салатик типа я не знаю но я его называю теплый салат вот это с этого портулака из грибов я думаю уже когда это видео выйдет вы уже и посмотрите этот салатик коль я тут кучку вон с огурцов сделала и там вот пройдусь немножко про это а пройдусь а пройдусь вот потому что сидела в этой кухне блин и вообще в доме сидела на улице невозможно потому что жарко и в доме уже было невозможно потому что жарко то я уже не знала куда себя деть сейчас слава богу хоть немножко прохладно то прогуляюсь малюха сейчас положу камеру да коли помогу эти собрать кабачки а чё еще не собираю он если начинает лазить вот там вот под листьями кабачков руки поцарапанные потом кошмар потом они так пекут сил никаких нету и у меня что самое интересное вот эти царапины быстро не проходят у людей на обычных нормальных у которых все порядке со здоровья царапины моментом проходят о спаржица у подспела это обычная спаржа блин надо срочно и срывать конечно я уже прощелкала ее мою сейчас прибегу сорву уже спаржу делать надо вот такую уже это она уже перри перри это самовалась юма юда уже половина перим эти появились такие жесткие запчасти в ней самое большое надо ее срывать прямо такую маленькую даже вот такую можно она потом новая нарастет если ты сорвешь один разочек она новая нарастает это вот мне нравится спаржа такая штуковина так вот если я поцарапаюсь вот этой штукой у меня но не проходит быстро начинает прямо такие царапины царапины вроде как кот поцарапал и это очень печально это все связано из-за этого из-за моей этой волчанки быстро вавки не зарастают не не за ну не заживляются вот я же говорю у обычного человека вот так тронешь и синяка не будет а у меня буквально чуть-чуть придавишь и сразу синячок поэтому и царапины то же самое и коля мне говорит так не лази под этими кабаками патисона у них очень иголочки вот ведь какие сейчас покажу не листики и все вот эти вот мелкие иголочки они как стекловата они моментально колят кожу и вот тут вот видно очень вот это все мелкие мелкие иголочки у меня с этого обычно человека просто может покраснеет а у меня прямо расцарапанные руки как у этого как вроде кот поцарапал так что у нас уже кукурузку можно пробовать или нет нет она еще маленькая совсем это хочу же кукурузки вот смотрю этих блогеров иногда ну мы так просматриваем иногда кто там на море ездит еще куда-то вот наткнулись на одного блогера у него совсем мало подписчиков то он про лазурное рассказывает о мышь с колей лазурное обожаем потому когда ездили в на море мы именно на лазурное ездили он сейчас там показываются такие изменения там такую красоту навели и этот автовокзал большой построили новый и магазины большие поставили и в общем там ну так все облагородили классно делают причал красивый ну там в общем очень красиво получается вот я же вырежу так хочется в лазурное поехать ну и поэтому мы там я же говорю просматриваем то базы отдыха то черноморские всякие там побережьях то что предлагает где что почем слава богу я же говорю интернет так сейчас все это развито да кто-то едет из блогеров на море сразу оп до видео снимает показал цены рассказал и вот и мы также ой походили походили по интернету посмотреть там ухо залетела блин прям в ухо походили по интернету все посмотрели все узнали все классно все знаем все видим также как и артисты тоже тоже поехали все показывали где шел к чему почем почем так хорошо цены да цены не ну лазурном кстати он показывал цены нормальные а к чему я вообще за это море говорил мне на сильной жире коль нельзя а как раз в августе твое может день рождения туда-сюда кто-то кстати спрашивал когда около день рождения у него в августе дванадцатого числа 12 числа лев лев царь зверей кстати вот это вот то что у меня кто свиньи свиньи они никого не слушаются не знаю что написали что вот это вот не комар меня укусил за глаз что с одной стороны и с другой и у то что по ногам идет сразу такие пятна и этот и твердая напухает что это мошки какие-то мошки есть траве и вот они типа кусают и от них вот такие штуки появляются что даже кость болит я же говорю что дальше такое было тоже после огорода говорит комар укусил смотри вроде как комариный укус а потом оказывается что прямо на затвердение такое идет вот пожалуйста не вот это все же верю мне пример же верю косточка болела блин но сейчас уже слава богу только когда ты ну так потрогаешь а так вообще прям болела ой бедные растюшечки вы видите можно было поставить поливал кукет чине ну там вот вот там вот в бурьянце вот там вот то я заходила порту лак сегодня рвала а там право ну так влажненько вот единственное что вот здесь вот конечно то ли прям под самые эти полить под кустики там сейчас польем полностью сейчас опять мигом бурьян полетит это кошмар какой-то ну огурцы хотя польешь хорошо огурчики польешь хорошо я стала тачку привезу да соберем кабаки ну как соберем я может с краюшку где-нибудь день не так царапкаться хорошо тогда вот смотрите базилить его поднял а я уже сегодня показывала до базилик красавчик такой стоит по обрывала и мордочки у него как мне посоветовали говорят пышные кустики будет так что так а кстати хотела на один комментарий тоже ответить написали мне что делали компот из мяты и почему-то взорвал но не написали когда он взорвал когда вы его перевернули вниз крышкой и он то есть сразу же взлетел или же может быть когда уже вы его ну то есть на какой день это во первых дело в том что бывает такое что крышка не плотно закручивать ну вот допустим не плотно вы закатали да и попадает воздух то есть в сосалах где-то всасывает где-то воздух и тогда просто процесс брожения начинается а ну чё чё бы я тебя дам процесс брожения начинается естественно крышка взлетает вот такое может быть может быть некачественная лимонная кислота бывает такое а ну ты посмотри что творит а ну я сюда иди я тебя дам а ну успокоилась быстро ты посмотри на нее какая угомонись кричит как ненормальная уже уже и вроде уже все отошла от маленьких своих от поросяшек мне кажется она загуляла от поросяшек отошла и начинал начала гулять потому что вот они когда гуляют вот так вот они ноют и подвизгивают и все остальное и туда просится в сторону кабана вот туда но вон нервничает а походу мне кажется она начала гулять нет дамочка никаких гуляний уляглась на вот это такая неспокойная и это потому что мне кажется она начинает гулять это никуда не годится нам не надо они часто бывает такое что когда от них поросят забираешь они сразу же моментально начинают гулять почему-то кабана просить собаки валяются им тоже жарко скажи конечно папа в доме раскочегарил все батареи да и жарко ой скажи я такие задолбаный ой как тяжело нам моя взычака какая потягушки растушки скажи нам тоже жарко и нам тяжело мы же тоже животные да что буси буси мы уже поопускали им так жарко капец а я сейчас все-таки китюньки да да поможу китюньки помогу быстренько собрать там все вот он польет огурчики побежит себе за пивом пока магазин не закрылся с рыбой говорит пиво с рыбой хочу вот мне так вот опасно всю рыбу есть вяленую он любит эту вяленую тарань кучи или как там вот а мне такое страшно за него потому что сока этих вот случаев про этот бутулизм и все остальное прямо о жарко идет я еще не успела сейчас иду я попрощаюсь и сами идут уже бедный не может уже дождаться побежать магазин то назад вернуться вот но он сейчас пойдет магазин а я стану все-таки приготовлю этот борщик как раз на вечер тепленького покушаем а уже на завтра на обед как раз мало еще при этом будет наверно помогать что-нибудь вот завтра на обед он уже будет холодненький я поставлю в погреб и он будет холодненький и так и классная так люблю когда больше летом холодный не знаю вот люблю обожаю борщ летом есть именно холодный вот поэтому так вот такой вот у нас вечер вот не знаю кстати пишите мне пожалуйста нравится вам мои на кухне приготовляшки или нет продолжать мне в этом же роде или нет вы у нас такая чайка здоровенная полетела продолжать не в этом же роде или нет ну в общем как то так мне у просто очень интересное мнение ну знаете как вы меня просите побольше почаще на кухне проводите время показывайте что вы готовите на кухне все не просто типа на кулинарный канал а именно в логовый канал чтобы просто на кухне крутится что я готовлю как я готовлю когда готов не знаю нормально но сдалека получается но она реально камеру никак ближе там не некуда и при прицепить вот поэтому вот так в общем пишите свое мнение мне это очень и очень и очень очень и очень очень интересно буду прислушиваться к вам что вы мне посоветуете как там чего там может что-нибудь там подскажите такой новенькой все но пока все всем пока пока пошла я помогу коле и буду готовить борщ на томатном соке и с листьями свеклы так что так всем пока пока и обязательно этот рецептик выложу выкладу выложу выложу на этот на этот обычный влоговый канал всем пока и